Добрый день, Отец! Всегда встреча с Тобою, это у меня большая радость. И Твои ролики так очень подкрепляют верю. Как сказано, не угощайте Духа Святого. И вот когда я слышу, да, здесь, конечно, такое уныние. Сейчас я, извиняюсь. Видишь, я же разговариваю, да, это моя внучка. Да, да, значит, мне, ну, Твои, значит, поучения очень промогаются. Я позвонил, Отец, по такому поводу. Значит, сейчас наш Святейший Патриарх поехал на собрание по поводу организации Восьмого Вселенского Собора. И у нас все об этом много говорят. Но нет таких просвещенных людей, которые могли раскрыть вот эту тему. Ну, вот интересно мне вот знать, что, значит, у нас есть Священное Писание и Ветхий, и Ветхий Завет, Детоводитель ко Христу. И, конечно, сам Господь говорит нам через Своё Слово. Апостольские послания, уже Второе происшествие Христа здесь глубоко раскрыто, здесь в Откровении. Здесь, вот почему понадобились эти соборы, и почему они приняли такую форму, здесь, что очень сложно стало для нас, для простых людей, её исполнять. Вот здесь всегда приходят, говорят, ты постилась? Да, говорят, я немножко покушала, чуть-чуть нарушила. Вот в основном о телесном посте, а они раскрывают духовный пост. Вот это рождение свыше и возрастание в возрасте духовном до мужа совершенного. Мы имеем этот путь, это, как говорится, это собрание, то есть учение Иисуса Христа. Почему понадобились вот эти соборы? Здесь, ну, понятно, что против Елиси, там, здесь это понятно. Но там такие очень трудные проложения, особенно для нас, вот для простых людей, чтобы их исполнить. Вот я, интересно, послушать отец твой комментарий. Здесь вот так, значит, начало, почему понадобились Вселенские соборы, да. Ну и потом, может, мы по вопросам пойдём, которые будут подняты на соборы. Это патриарх Варфоломей, он здесь предложил эти вопросы. Понятно. Ну вот, слушаем тебя. Почему нужны они? Ну, само по себе собрание и коллегиальное размышление о чём-то всегда приветствовалось в церкви. Почему и были поместные соборы, были Вселенские соборы, и даже вот был Стоглавый собор, выносили, казалось бы, маловажные вопросы. Но они нужны были, потому что они оттягивали эти, не решение этих вопросов, а оттягивали силы на них. И нужно было определённое решение принять. Тут другое. Вот, предлагаемые вопросы собора. Ну, как утверждать, такие ли они будут? У меня основания нету ни на ту сторону, не верить, ни не верить. Но давайте примем за основание, что действительно эти вопросы будут подниматься. Это не Вселенский собор, а Всеправославный. Это не Восьмой Вселенский. Всеправославный. Тут надо добавлять. То есть, там будут только православные даже. Ну, а наблюдатели могут из других быть. В приглашениях, разосланных патриархом Варфоломеем, представителем поместных православных соборов, указано 10 основных тем будущего Всеправославного собора. Всеправославного. Ну, первое. Православный диаст. Что за вопрос? Даже непонятно. Что? Ну, небольшое определение дается. Соопределение юрисдикции православных объединений за пределами национальных границ. Ни одного слова нету, которое было бы из Святой Библии. Вот самое-то главное, что неволю Божию они как бы познавать собираются. Хотя раньше, я считал, у них другое там было. Они, видимо, меняют это дело. Нас никто не спрашивает. Я бы тоже мог составить первое, чтобы Библию сделали официально, главным орудием, главной книгой, главным источником знаний. Провозгласили. И на каждой исповедью священники спрашивали, считаешь ли Святую Библию, Святой Евангелие? Если нет, на отлучение. Чтобы мы ее печатали, распространяли. Занимаешься ли распространением Слова Божия? Это в первый пункт внести надо было. В первый. А не определение диаспоры. Определение нужно дать границам возможности деятельности нашей в духовном плане. Почему, когда Иоанну Златоусту задавали подобные вопросы и говорили, ну вот у меня есть деньги, что лучше, подать нищему или же строиться храм, на строительство храма, вот как у тебя? Иоанн Златоуст говорит, делай то, о чем спросится на страшном суде. На суде про наши храмы Бог не будет спрашивать. А сказано в 25 главе Матфея, накормил, напоил, посетил. Вот это и надо делать в первую очередь. Хотя храм нам и нужен. Второе. Процедура признания статуса церковной автокефалии. То есть, Христа нигде нету. Они заботятся сейчас о церковной структуре, которую Бог не устанавливал. То есть, никакого отношения к спасению это абсолютно не имеет. И ничего они этим не... То есть, делят территорию. Шкуру, говорит, не убит по медведя. Процедура признания. Признание. То есть, оно уже есть, отдельно отделились. Но как признать? Признать Филарета Денисенко или не признать? И вот они вместе собираются. Давайте не будем признавать. Третье. Процедура. Этого слова даже нету в Библии. Признание статуса церковной автономии. То есть, это об одном и том же толкут. Но так как они церковные номенклатурщики, они это все втискивают сюда. Это их корыто, их заработок. Четвертое. Диптих. А при чем тут диптих? Правила взаимного канонического признания православных церквей. Признание. Никакого отношения к спасению это не имеет. Буду я признавать или не буду признавать филляндскую православную церковь. Речь о православных идет, не о католиках. Вообще к спасению не относятся. А мы прочитали 4 пункта. 5. Установление общего календаря праздников. Никакого отношения не имеет. Как? Признавать по новому стилю или по старому? Вот это только и больше ничего нету. Нас никто и не спрашивает. Половина прошло. Ничего нету божественного. Шестое. Правила и препятствия за совершение таинства брака. Но написано, при живом выйдет замуж, называется прелюбодействие. Другого правила нету. Единственная причина развода. Сегодня их 12 причин, официально признанных в церкви. Но явное дело, что у нас получается дом терпимости, а не церковь. 12 разных причин, которые позволяют архиерею поставить печать. Брак разрешается. При 2-3 живых мужьях она выходит замуж, как и у мужей. Безумие, беззаконие. Дальше. Седьмой. Вопрос поста в современном мире. Ну, тут я могу подсказать. Вопрос поста. Что они имеют за этим? Не знаю. Официально им нужно. Одинаково. Пост слушает примерно 90% прихожан. Это уже священники говорят. А что нужно сделать? По моему мнению, мое личное мнение, посты отменить. И оставить только апостольское правило 69-й глава. 69-я. Что? Великий пост и пятницу и среду. Вот это определенно. Все остальные посты пришли спустя 4, 5 и 8 веков. Неужели до этого не спасались? А как вы... Мне эти посты нужны, я их буду все исполнять, даже если отменят. Они сегодня не нужны совершенно. Их не... Они не евангельские. Они не соборные. То есть это... Монахи все придумали. Я свое мнение сказал о посте. Никто их не будет соблюдать. Они начнут уменьшать. Я с католиками разговариваю. У нас 7 недель пост. У вас сколько дней? Они говорят, один день. Ну, 7 недель и один день, все же разница большая. Дальше. Связь с другими христианами конфессиями. Зачем? Сразу вопрос. Что значит за связь? А почему не сказать? Благовестие другим. Конфессии нет. Конфессия, динаминация – это... Враг придумал слова. Нужно церковь и ересь. Два слова оставить. Те, которые в Библии. Конфессия разная, динаминация – это ересь. Церковь никогда не признавала ничего, кроме самой себя. Все остальное за пределами церкви. А где границы церкви? Там, где есть истина от апостольских времен, рукоположный епископат. Так, а там ереси такие, как, допустим, григориан армяне. Ну, сначала признать границу, а потом об ересах говорить. За православие, католицизм, григориан армянский, копты и сириси. Все. За этой чертой нет церкви. Там ересь. Ересь, то, что сегодня скрылась под названиями конфессии и динаминации. Дальше. Девятый, экуменическое движение. Я один вопрос поставил. Куда движение? Что за этим скроется? Подчеркнуто почему-то. Экуменическое движение. Ну, экумены это неплохо. Здорово это собрание. Но что они под этим имеются? Что скрыто? Это признание ереси как основы. Приравнивать к церкви. Этого делать абсолютно нельзя. Приходят из баптистов, они их не крестят. Сами не крестят, только лбы мочат. Вот это надо вести. Совершать правильно по канонам. Это, допустим, пункт второй. Правильно по канонам таинства. Испа должна быть тайной в отдельной комнате. Или на улице под деревом. Отдельно. И дальше. Включить все правила, касающиеся эпитемии. Аборт сделала 10 лет. Правила Васильевика II. И так все правила. До 30 лет никто не должен быть рукоположен в священнике. До 25 лет никто не может быть яконом. Шестой Вселенский собор, 14-15 правила. Нам зачем выдумывать-то? Это правила вообще нет. Я показываю. Из 719 правил соборов, книги правил, действующих ныне, 413 ежедневно, целенаправленно, умышленно нарушаются, попираются, отвергаются. Кроме того, 270 правил полностью из книги выброшены. 270 правил. Кто это позволил? 270 это не одно правило, а одно и то уже ущерб. 270 волосинок потеряй на бороде. Уже борода будет у тебя не такая. 270. До 413 нарушается. Да какие мы православные-то? Ничего и нету. Дальше. Экуменическое движение. Вообще непонятно. Что за движение? В никаких советах не должна быть церковь. А что такое тогда экуменическое совет церквей? Ну, предбанник антихриста. Предбанник. Десятое. Вклад православия в утверждение христианских идеалов мира, братства, любви. Это все масонские лозунги. Вклад православия в проповедь Евангелия. Вот что это все становится бросить. В проповедь благовестия миссионерства всеобщее. А как? Ну, пример это свидетели Иеговы. Вот подражать им полностью надо. Чтобы благочестиво были одеты, как мусульмане. А то в храмах стоят полураздетые. Вот это, так, я уже наброску просто делаю. Ничего они этого не сделают, да и язык молотить не стоит. Они не для этого собираются. С какой целью, они не сказали. За них я думать не буду. Дело дальше покажет. Будет ли какой-то раскол или что-то. Все это только к лучшему. Почему? Потому что нечестие должно быть перегоревшим. Отброситься, как Акалина. А подлинно истинные христиане, они увидят истинное лицо тех, кого они сегодня величают святыми и святейшими. И увидят, что там уже на куколе рога растут. Ну, я не в буквальном смысле говорю, но и так видно. Как видел Симеон, это Макарий Александрийский. Священник прищищает, а он видит, что при счастье на 17 января, посчитай, относится рукой ангела в алтарь. А демоны, черные пиопы, толкают людям в рот уголь. Вот как прищищают сегодня. Чертовщина в храме полная. И в каждом храме, при том в каждом, допускает без эпитемии. Слова Златоуста. Если священник не накладывает эпитемию для исправления, гибнет сам и гибнет тот, кого он допускает. Это не мои правила. Надо вернуться к истокам. Нам ничего не надо придумывать. Ушли так далеко, что мы сами себя уже не узнаем. Вот мое рассмотрение, как есть. Но я считал где-то полгода назад, у них там, мне кажется, что-то другое было еще написано. Я посмотрел тогда, и я говорил всегда, ничего тут я не вижу такое, если правильно будет решать. Признание статуса церковной автономии. Да зачем вам нужно? 362 правило, это Устав, или указ Патриарха Тихона. Каждая автокипальная должна быть отдельной епархией. Отдельно. А признание вышестоящего, это насколько позволяет политическое событие. Каждая епархия должна быть автокефальная. А если сейчас начнется гонение, каждый приход автокефальный. А священников расстреляют, каждый человек автокефальный. Вот то, что было заложено уже в Евангелии. Рассеявшиеся ходили благовествовали. Никаких канонических территорий не было. Это выдумка. Если это твоя территория каноническая, никуда не ходи. Во двор выйди и посмотри. Дома, которые, ты видишь, тебе принадлежат. Начинай работать. И ты там не был. Ты уже преступник будешь. Ты будешь говорить, да это не моя территория. Нет, твоя. Ты ее застолбил. Везде придумали каноническая территория. Разбивает епархия. Ничего нету. Это канцелярская возня. У нас наш архиерей приехал и говорит, ну отчет-то каждый год приходилось давать. Он говорит, они такой отчет хороший дают. Ну прям сколько, чего, прибыло, убыло. Решил он туда съездить. Приехал. А где, говорит, люди? А какие люди? Ну отчет давали. Никого нет. Один человек, который сидит и дает отчеты. Один. Никого нету. Ни храма, ни... Вообще ничего нету. Вот сегодняшний отчет, они к тому и кутут, что ни одного человека нету. Мы должны дать один отчет. Как я смиряюсь перед Богом? Родился ли свыше? Вадим ли Духом Святым? Вот главные вопросы. Правильный вход в церковь. А они ничего этого не указали. Мы должны здесь бы услышать следующее. Символ веры неизменный. Но давайте к нему добавим. Первый Вселенский Собор прошел. А второй к нему добавляет большую часть. Почему никто не испугался? Да церковь это живой организм. У него что-то вырастает. Растет человек с годами, борода вырастает. Так и в церкви. Второй Вселенский Собор. А почему не добавить то, что упустили? У меня программа давно составлена. Что надо допустить? Здесь это обязательное знание Библии. Ну, к примеру, не обидься только, я тебе скажу. К примеру, это самое правильное из сектантов, это баптисты. Как они любят Слово Божие. Вот так. Как ваш этот, как его назвать там, был в священии Гогота? Как он любил народ свой. Да, дядя Гога. Ну, назовем так, дядя Гога. Вот так надо. Я его маленько узнал, он у меня в памяти уже остался. Должна быть мобильная мысль у человека, не просто что-то, а мысль. Где ты что хорошее увидел, чтобы приносили на обсуждение. Я допускаю даже такое, чтобы, ну, самый сейчас гонитель такой сказать, это Александр Глебович. Невзоров. Его, о нем дали указания, сказали от патриарха. Когда он где бывает, чтобы там не были, православные священники должны уйти. Ну, он там оказался, они соскочили, бежать, Чаплин побежал. А эти говорят, смотри, какая у энергетика-то, у Невзорова-то. А эти черные демоны, как испугались, побежали. Ну, надо было думать, что дальше будет. А я предлагал в Москве еще собрать истинно крепких мужей в православии. Созвониться с Невзорова и сказать, вы критикуете. Пожалуйста, дорогой Александр Глебович. Простите нас, что мы вас так вот с вами поступали. Но нам интересно узнать, какие наши недостатки. Враги нам лучшие друзья. Вот придут к вам священники, вы их примете? Я могу сказать, примет. Они будут только вопросы задавать. Вы, он же в Симонаре учился-то, а отец там у него или дед был, кажется, генерал КГБ по церковным делам. Скажите наши недостатки. И потом пришли и в патриархии все это обсудить. Вот это было бы движение. А у нас одно слово не так сказал. Задолбят. Задушат. Вот мое отношение к этому. Братья добрые везде. Да, да, да. Знаете, отец, вот у меня такой вопрос. Значит, у нас был один священник. Ну, подожди, это мне ребенка доверили. Вот такое время. Да, это Аня. Она изучает мой кабинет. Так, отец, я сразу не сказал, у нас все записывается, выставляется в интернет. Ты не против? Да, я не против. Все, говори, пожалуйста. Да. Да. И вот ему патриарх, там район большой, ранее называется, патриарх дал, ну, большие полномочия. И там густонаселенный район, у него большие средства, да. И, значит, он там храм построил. И вот, когда была у нас война, здесь, он, значит, этот был президентом, Звиадгом Сагортием. Он принял его сторону. Ну, и, ну, они ему там помогали много. И вот, конечно, он против всего народа был. И, ну, в общем, эта история другая. А, значит, его отлучили. Ну, так как у него была поддержка со стороны президента, и потом уже, когда его, значит, он уже умер, значит, уже, значит, остались эти Звиадгисты, их не структуры. Они все время его поддерживали. Ну, и, значит, как он отлученный, они начали храм строить. И, значит, он же вне церкви, значит, конфликт. Он обратился, значит, к греческой церкви, там, старостильники, старостильникам. Да, и они его приняли, ты наш член, и он говорит, я член церкви, хотя бы рукоположен здесь. И вот он до сегодняшнего дня в конфликте. И там, значит, в таком хорошем месте большой храм построил. Ну, там, вот такую работу ведется. Значит, его, ну, там, значит, были много неприятностей. Потом он вел войну с иголистами. Значит, здесь он крестом, где, ну, они там собрались, и он крестом там одному голову разбил. Ну, его, значит, меч духовный здесь, ну, мог бы проводить семинары, проводить беседы. У него очень много грамотных людей есть, но он это не делал. И вот я считаю, что он членам церкви, принадлежит апостольской церкви, православной. И вот здесь вот это правило, значит, процедура статуса церковной автономии, нет, правило взаимного канонического признания православных церквей, что вот он, значит, Грузии, рукоположен грузинской православной церкви, а сейчас он перешел в эту, значит, в юридикцию, это, значит, как я даже не знаю, как называют, да, ну, значит, старостильников греческой церкви. Вот поэтому вот это правило взаимного канонического понимания православных церквей, это нужно. Вот ты, наверное, послушал, да, вот давай на этот вопрос, а потом я второй задам. Так, теперь старостильники, нужно, чтобы... Старостильники, их шесть, у них шесть ответвлений, шесть. Там Кириак, которая там, ну, из Греции это немного знакомо. Мое мнение такое, где есть рукоположение от апостольских времен, все канонически обоснованные, все признавать друг друга, никаких решений не надо. Я признаю, и все на этом. Мы вместе молимся. А что он отдельно, это его выбор и его право. Ну, да, интересный ответ. Да, ну, вот, а в отношении календаря. У нас здесь целые бури поднимаются. Вот, значит, здесь у нас многие священники, они бы, ну, некоторые священники не против за вот новый календарь. А здесь вот, это может раскол тоже быть, как в Греции, на этой почве. На, значит, старостильников и новостильников. Ну, надо работать. Вот я приведу пример. Работать надо. У нас были, которые не понимали. Мы стали беседовать, говорить, и люди все одинаково стали понимать о том, чтобы было богослужение-то понятное. У нас на церковно-славянском. Но все библейское на русском. Мы не стали захватывать все. А где поешь, там уже на церковно-славянском. Вот как. А какой... А так бы спросили, а как вы считаете, какой стиль правильный? Ну, конечно, новый. На новом стиле-то все православные церкви перешли. Кажется, три только, которые не перешли. Три всего. Почему? Потому что говорят, у нас Юлиановский, а этот Григорианский. Так Юлиан-то совершенно неверующий. Это язычник. За языческий календарь держится-то. А Григориан-Армянский-то верующий только католик. Даже само обоснование-то показывает, что на новый надо переходить. А почему? Потому что там была ошибка в 13 дней. И поэтому сельскохозяйственные работы начали сдвигаться. За то, чтобы держаться за старый календарь, нет ни одного обоснования. Никакого. Но раз оно есть старое, пусть будет старое. Но мы между собой рассуждаем. Правильно за новый стиль. За новый. Но остальных людей надо приготовить было. А то праздники будут наплывать. Там чуть ли не звезда за звезду цепляется. Все это выдумка. Вот ответ. Ну, знаешь, вот здесь мы столкнулись вот с таким вопросом. Значит, здесь вот в районе, где у нас сейчас, где мы служим, вот где ты был, с нами молился, служил там. Значит, много греков жило. Ну и вот как началось, вот это, значит, такие национальные вопросы поднялись. Это при Гамсахурзе. Многие греки уехали, русские уехали. Ну, все, кто мог, уже уехали. И вот сейчас, ну, греки, они возвращаются. У них там квартиры, родственники. Да. И вот у нас Рождество. Они приезжают, а мы Рождество уже отпраздновали. Ну и вот как нам поступить, они спрашивают. Вот интересно, как ты ответишь. Так, там где вы есть. Значит, они уже по новому стилю. Там где есть. Так и праздновать, да? Вот смотри, вот на Крестовозвижение, постный день, Крестовозвижение, разрешается растительное масло. Но где храм, вот у нас в Крестовозвиженске, разрешается рыба. А в Потеряевке не разрешается. Потому что там 16 сентября Свято-Анфимовский. А как? А вот там утром они там были, там нельзя. Сюда приехали, здесь можно. Так и надо понимать. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вот они приехали там, отпразднули, отпразднули. А теперь приехали к вам, пускай здесь празднуют. Значит, ну вот еще один пример. Когда я был в Греции, значит, на острове Крит. И, значит, ну там очень красивое место и храм. И когда, значит, идет богослужение, весь город в храме, значит, хор там смешанный. Ну, в общем, праджественно богослужение. Литургия, это у них здесь, это весь город участвует. И тогда, значит, ну, в общем, послужили, все хорошо. И тогда выхожу, с одной стороны группа стоит, и с другой. Я говорю, почему они там разделились? Вот так явно видно разделение, говорит. А вот они говорят, что это старостильники, а это новостильники. И вот это же там очень большое разделение. Там почти наполовину они разделились. И, понимаете, это же враг поджигает. И они друг друга вот оскорбляют. Здесь, видишь, ну, как говорится, вот ты правильно объяснил. А вот это невежество человеческое, оно здесь, вы не такие эти, ну, надо друг друга здесь. Они друг друга поносят. Вот, понимаешь, что здесь... Потому что это пустое место. Ирона не терпит пустоты. Если бы это было занято Святой Библией, Священным Писанием, этого бы не было совершенно. А у них больше ничего нет. Давай за календарь ухватились. Это достойное смеяние, как Иоанн Златоуз говорит. Притом всяческого смеяния. И он это называет подобной вещью, бредней пьяных старух. О чем угодно рассуждает. Нужно рассуждать о том, что слышала Мария, сидя у ног Христа. Она избрала благую часть. Другие разговоры, это не благая часть. Вот и ответ весь. А они поносят. Ну, хорошо, я был в Греции, в Афинах. Я с ними один раз побеседовал. И в один день, может, всех объединить было. Неужели ни одного человека нет разумного? Все разъяснять, собираться отдельно говорить. И которые были приняли, чтобы они пошли дальше говорить. Ну, а как? На какой стиль? Я уже ответил. Ну, а если там все за это, значит, все, пускай старый стиль будет, но все время объясняют, что новый стиль правильно, правильнее. Мы должны это осознавать. Вот мы делаем как? Вот, допустим, принято креститься было два перста до Никона. Теперь три. Как правильно? Я говорю, то и другое содержит элемент ереси. Ереси. На вещественном кресте Бог не умирал, умирал человек. Иоанн Златоуст говорит, молились одним перстом, крестное знамение совершали. А как правильно? Крест вещественный, и так умирал только вещественный человек. А человек потерпел пять ран. Христос, руки, ноги, вбок. Католики молятся. Так, это самое правильное. Но я так не молюсь. Я не католик. Я приучен с детства двуперстно. Но это элемент ереси. Бога человек не страдал. Божество бесстрастное, говорит Иоанн Златоуст. Ну, договорите один раз до конца. Так а старобрядцы не поверят. Поверят. Я один раз выступил, старобрядцы были собраны. И все поверили. Один раз, одно выступление. Чего ж такие немощные-то? Самое главное, что слово Бог дал, если оно приправлено солью в Духе Святом, обязательно будет отклик в сердцах людей. Ну, еще вот здесь, не знаю, здесь, кажется, не поднят вопрос о богослужении. Потому что здесь вот эти перегружены, оно стихиями. Нет, они очень такие, значит, яркие, очень поэтические, хорошо звучат. Но когда это в течение двух и даже трех и четырех часов, когда пост продолжается, да, потом уже у человека и ноги, и уже трудно воспринимать Слово Божие. Там здесь именно не поднимается вопрос, я вот так не уловил вопрос, чтобы именно такое доступное для мирян богослужение, отделить богослужение в монастырях, вот что полностью пост, молитва, нестяжание, вот эти три пункта, и теломудрия. Тут такое дело, что, что ты сказал, что сказал, все правильно, так и надо делать, как сказал. Но мы не пионеры в этом деле. До нас уже это все обсуждено и было. Конкретно, ты мне вопрос ответь. Скажите, грузинская православная церковь признает сербскую православную? Да. А у них 45 минут литургии. 45 минут. 45 минут. И патриарха никак не встречает, а он одет с палочкой, как Павел у них был этот Павел. Пришел, встал, обыкновенный подрясник, даже не одевается, берет и начинает считать. Почему не берут образец? Да. 45 минут. Вот так надо литургию довести до этого, как сказал. А монастырям пускай они там стоят по 12 часов. Ты высказал. Но они, опять же, они словом не просвещены. Вот к нам, значит, служит монах один. Он, значит, начинает с Иисусовой молитвы. Ну, это очень хорошо. Ну, ты объясни, вот это слово, и, значит, здесь и послушание духовному Отцу, как Богу. Это обман. Вот такие цитаты. Это обман, обман. Как Богу. А какой он человек? Да, Саратин Саровский говорит, когда я, говорит, от себя говорил, я ошибался. Ошибался. Апостолы не ошибались, а учителя церковь не ошибались. А где-то... У отцах. У отцах. У отцов он вычитал, говорит. Ну, и что? Как Богу? Это монашеская тоталитарная система. Ну, в общем, нужно какой-то программой или как с ним бороться. Вот, видите, он упрямый в этом. Знаешь, поговорка такая есть. Такого адра, с борозды долой за хвост да в яму. Но он начинает противиться. Раз, другой на народное обсуждение вынеси его, за штат вывеси и все. Зачем он нужен? Он тормоз. Пятилетки. Он тормоз. А раз тормоз, значит, он будет все время песок, гальку в буксы туда совать. И пояс не пойдет, сотрет все. Нужно избавиться от него, чтобы он стоял среди народа, молился. Ему надо молиться, пускай дома молятся. Зачем народу в мозги-то, говорится, пудрить? Люди ничего не понимают. Уменьшите. Ну, а остальное, допустим, полтора часа проповеди отдайте. Живой, искренний, в Духе Святом. На самые злободневные вопросы, чтобы отвечали. А все православные в Восьмом Соборе тоже надо ответить, как должно. Мы раньше времени не будем говорить, примем, не примем. Мы должны высушать и усилить молитву, чтобы кто там будет участвовать, нас никто не спрашивает, чтобы они вынесли правильное решение или где-то затормозили. Если бы меня вызвали сейчас, оплатили, я никуда не езжу, но тут бы я полетел. Если бы дали слово, полную программу высказать. И думали, что было бы не безрезультатно. Я тебе скажу, люди-то мирские, попы, они не понимали, ой, зазомбировали, зазомбировали гуру. Я хожу, каждое утро гуляю с архиепископом, самый строгий епископ, Антоний Сенкевич, зарубежной церкви, в этом, в Лос-Анджелесе. А он говорит, скупой такой, мне говорят. У него, говорит, снега зимой не выпросишь. Я с ним гуляю. На третьей, кажется, прогулке он идет в банк, снимает всю наличность и мне отдает. Я когда сказал, у кого он живет на квартире, они даже не поверили, он отдал. Я говорю, да, вот они деньги показывают в кармане у меня. Ну, там немного было. Да не может быть. Может быть. Вы не знаете силу слова. Сила слова колеблит скалы. Бог наделил человека свободой совести. Дайте ему самому разобраться. Так, чтобы из камня потекла вода, слезы. Нету таланта. Нет благословения. И поэтому все остальное не имеет никакого уже значения в силе Господней. Когда Господь говорил слово, что было? Как говорит, горы скачут, акачутся и холмы, как овцы. Я рассказываю, в одном месте... Скажет горе. В одном месте я проповедовал, ну, это там, в Молдавии, в аптиско-молитвенном доме. 450 человек. Это большое собрание. Я одну проповедь только сказал, пресс-фитер встал и сказал, вы все готовы сегодня принять православие. Одна проповедь. Это Бог делает, не человек. А другие завистники, а ты рассказываешь о себе, а о ком я буду рассказывать, если у тебя этого нету? Меня спросили, я отвечаю. Не бойтесь сказать. Павел говорит, был там-то и продолжил слово до утра. А почему слово до утра не продолжил кто-то другой? Да потому что нечего было рассказывать. А он рассказывал, даже юноша и в тихо упал. И то похвально, что он сидел. Ему было, что рассказать, что сотворил Бог руками нашими, руками. Я возвращаюсь и всем говорю, как мы были в Грузии, в Тбилиси, никто не знал, что мы приедем. и когда вышли оттуда, такие сумки, лавашу там, что только не нанесли. Как они могли эти люди узнать? Ты свидетель этому? Мы это слово пронесли по всему миру. Благословенной Грузии. Вот, отец, мне одна, ну, уже она покойная, прихожанка такая, благочестивая. Вот, она мне говорила, что есть, говорит, ну, да, были раньше, вот так назывались миссионерские церкви. Что, значит, допустим, во время богослужения, там, сеночной, или даже литургии, они останавливали и разъясняли, или разъясняли, ну, или проповедь говорили, или вот назидание людям, ну, именно в тему, которой положено было. Вот здесь как это, в практике, это церкви, ничья, ну, это было в практике церкви, это, в смысле, для обучения верующих, ну, допустим, крещённых, но не оглашённых. Опять же слово. Я тебе напомню одно дело. Ты помнишь, к одной баптистке мы с вами пошли, а у ней была иллюстрация Гюстава Даре стихотворения «Поэзия мира», и написано «Библейские мотивы». И мне так это захотелось взять, а она не дала. Мы уже пошли с тобой домой, а я говорю, давай остановимся, вернёмся назад, помолимся. И мы зашли, помолились, я ей слово сказал, и она отдала эту книгу, а потом мы её выслали. Ольга, так было? Со своей небесной. Вот как Бог... Да. Я попросил ещё помолиться, записали её, чтобы это вставить вначале, когда мы создали, ну, тогда аудио было, кассету, плёнку. Видите как? Говорить, что вот только так. Мы едем, в одно место заехали, наш знакомый священник, знакомый, очень грамотный, бывший сотрудник КГБ, офицер, обратился. Ну и он говорит, я не люблю, когда вот это снимаете, вот всё, мне как-то это... То есть это у него природно, и он это знает. Я побеседовал один раз только с ним, и пока мы доехали до Владивостока, возвращались обратно к нему, а он ждёт уже нас, и уже народ собранный, и везде стоят на штативах, профессионально, и всё снимают. До этого не хотел даже, а тут сам сидит, и всё так на снимках, так запечатлённо. Не надо никогда останавливаться на то, что Бог силен переменить человека. Да. Да, это... Слово. Ну, слава тебе, Господи, Отец, за такое настроение. Ну, я что могу засвидетельствовать, вот, благодаря слову, который здесь мы... Вот я помню у тебя в доме, мы услышали разъяснение, именно правильное, то есть православное разъяснение Священного Писания. Конечно, это коснулось сердца. И когда вот здесь тоже приходится свидетельствовать, или рассказывать, или даже проповедовать, да, конечно, Слово меня выручает, и они меня слушают, вот, несмотря на все мои недостатки. Конечно, это только Слово. Всё. Поэтому всегда тебе благодарен, и молитва, всегда за чашей поминаю тебя, и с комедией, и всех ваших ребят. Ты мне ответь, этот, который высокий ростом-то был, какой там, как он, где-то священник в другом месте? Отец Гурам, да? Как? Да, Отец Гурам. Гурам-то где он? Он вообще... Да, да. Ну, значит, он сейчас священником, на приходе. Здесь, значит, ну, он какие-то лекции читал по сектоведению. Он же раньше был, кажется, бывший баптист. Значит, его... Да, его интересная история. Значит, потом он стал православным. Его рукоположили дьяконом. Но он увидел, что там... Ну, увидел что-то, не знаю, нехорошее, он не мог там служить. И вот он, ну, как говорится, много лет был, вот, ну, как говорится, искал, искал истину. Но потом, значит, вот, ну, как говорится, прозрел ему это. Он понял, что здесь он может, да, значит, власть изменилась. Сейчас ты можешь открыто исповедовать, там, проповедовать, учить, книги издавать, переиздавать. Значит, ему дали возможность. И он уже проповедник. У него, здесь есть, где-то он на, значит, как это, на Facebook. У него есть, значит, беседы. Он проводит беседы. довольно активную жизнь идет. Слава тебе, Господи, да. Но, вот эти книги, Тритома, да, вот, здесь, я у него спросил, а у тебя ж такое богатство есть, ты можешь, значит, грузинский перевод, есть только четыре Евангелия. А здесь послание и откровение. Здесь, вот, здесь, да, ну, он говорит, я отнесся, он будет. Здесь, видишь, ему, грузинам, тяжело читать по-русски, и такой непростой текст. Вот, так, да, но он, он крепко стоит, значит, вере, значит, исповедник, ну, вот, хороший служитель. Да, и у меня тоже, у нас есть изменения, значит, значит, вот этот батюшка, монах, мы проповедовали, и учили. Который качался, вот так. Да, 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 значит, ну, ему патриарх говорит, еще там другие говорили, что нужно волю Божию знать через Иисусову молитву. Ну, вот он молится Иисусовой молитвою, и ему Бог говорит, остав, остав этот приход, иди молись, ты только молись Иисусовой молитвою. Ну, он молится, молится, потом вспомнил, что есть приход. А мне одному уже тяжело стало, я попросил священника, но там рядом, значит, сосед наш, он священник, он четыре года учился, значит, в семинарии, а потом в академии. И он у нас провел в течение трех лет деяния святых апостолов. Он показал хорошие знания. Ну, я его пригласил, и сейчас его назначили к нам. Значит, уже хорошо проповедь наладилась, значит, уже я что-то скажу, и он скажет. Потом, да, это очень, так, значит, народ воспринимает, что он, значит, уже я радуюсь, что он здесь, вот так вот. Значит, сейчас у нас уже будет библейский урок, здесь, каждый, каждую субботу, да, пятницу вечером, он вечернюю проводит, там, а потом уже свой урок проводит. Потом с молодежью начнет работать, мы с детьми, детей пригласим. Так что, он здесь уже с Божьей помощью, значит, ну, какое-то продвижение идет. Ну, вот, хочется, мне уже скоро 70 лет, значит, хочется после себя оставить здесь вот такую живую, живую церковь, ни одно богослужение, ни обряды, а именно, чтобы здесь Христос был во главу церкви. Ну, вот сейчас вот я забыл, вот сейчас я, может, тебе покажу какие-то фотографии, да, здесь, если ты немножко подойдешь, здесь, ага, вот компьютер, ЕСДН, сейчас, вот, 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 да, ну, у нас продвижение со строительством идет, да, значит, здесь мы, ну, как-то нас узнали, и все, все строят, все помогают, даже правительство нам помогает. Вот, у нас была учительница, вот, а, подожди, я сейчас открою, показать экран, демонстрировать экран, вот учительница, она заболела сейчас, и вот она проводит, с детьми занималась, ну, это талант был, она знала Слово Божие, вот наша, вот эта девочка, уже замуж вышла, вот эта, ага, она, а, да, ну, сейчас, это, сейчас, это одна серия, да, значит, выход, сейчас я вышел, сейчас, ну, сейчас другую покажу, но они готовят выступление, видишь, она организовала, вот они готовят, дети, здесь, вот, праздник, я всегда приветствую, как найду человека, я сразу ему дорогу открываю, здесь всем, кто читает, поет, кто дрова рубит, ну, в общем, поможет, а, это она тема, да, это житие она рассказывает, о, это опять же она, да, так, отец, дай-ка я спрошу тебя, пока останови это все, да, да, а то другие-то это не понимают, другие-то не понимают, и языка больше, так, ты мне ни одной бумаги не выслал, на грузинском языке есть библиотека, да, нет, я отдал, отец, отдал, ну, ты мне достань бумагу, хотя бы одну на грузинском языке, в любой библиотеке, там, Батуми, Тбилиси, мне разницы нету, у меня со всех городов есть, до Португалии, а с Грузии нету, да, да, а, да, где-то, вот я, я нашел, а потом, чтобы, они могут выразить отдельно благодарность даже, попроси их, вот мы были в Сербии, они там, прям письмо тоже написали, на бланке, пищать поставили, мы все-таки дар дали, и мне надо показать, что мы были в Грузии, а у меня ни одного документа нету, постарайся сходить там кому-то, или заказать, чтобы они бумагу достали, это ничего не стоит, да, да, смотрите, да, вот она учит, ну ладно, значит, по вселенской, по этому, все православному собору, мы поговорили, нас никто туда не приглашает, но мы знаем, что надо делать, мы определенно знаем, у меня программа говорит, а если избрали бы патриархом, что сделали, я вам говорил, первым делом прекратил строительство храмов всех, первое, второе, тысячу училищ открыл бы в один день, у людей надо учить, чтобы шли евангельским путем, и слушали не то, что через молитву Иисусову, а конкретно прямая связь, живой молитвы с живым Богом, от смерти в жизнь, проповедь должна быть, от смерти в жизнь, чтобы всем было видно, что мы дети единого, вечного царя, искупившего нас своей причистой кровью. Ну все, пока, если вопросов нет, расстаемся? Вот наша стройка. Ого, ну я видел основание так, ну вот видишь как, залили все-таки сколько-то. Нет, сейчас залили, сейчас мы уже крышу, уже скоро крышу будем крыть. Господь да поможет вам. Сколько у вас квадратных метров внутри стены получилось? Ну, 230 квадратных метров. Так, а она у тебя какой высоты будет с куполом? Ну, где-то 11 метров. У нас без купола базилика будет. А, понятно. Да, у нас это грузинский стиль, они не разрешили мне. Все, тогда отпускай меня, благослови, отче. Ну, спаси, Господи, да, благодарю, отбываю, да. Слава Христу во веки веку. Я рад, что ты зашел. И. Спасибо.